Проект IT-школы Samsung стартовал в 2013 году в ответ на задачу правительства о воспитании более 350 тысяч новых специалистов в области IT до 2018 года. Это социально-образовательный проект. В 20 регионах нашей страны открыты площадки на базе школ или центров дополнительного образования. И по разработанной программе специалистами исследовательского центра Samsung и Московского физико-технического института обучаются дети. Дети старших классов, преимущественно 10 класс. Дети обучаются в течение года. Обучение совершенно бесплатное. IT-школы – это что-то необычное, это что-то новое. Это то, в чем можно дальше продвигаться. Это несет пользу прежде всего детям. Платформы, андроид и так далее. То есть все слова, те, которые как в книге фантастической читаешь, да, сейчас это все становится реалией. На мой взгляд, внедрение чего-то подобного – это не просто нужно, это очень нужно. Раньше в школах была профориентация детей. Я помню, как когда я учился в школе, нас водили куда-то на кондитерскую фабрику. Нас еще куда-то водили. И дети были знакомы не только с теми профессиями, которые у них на глазах. Я имею в виду, что это профессия учитель, может быть, это врач, может быть, это продавец. Есть множество других профессий, которые дети, может быть, слышат, но ни понятия не имеют, что это. Они не погружаются в специальность. И к моменту, когда нужно сделать выбор, куда же пойти учиться, очень часто это либо случайный выбор, либо это выбор родителей. Основная цель не то, чтобы ребенок научился сейчас программировать под андроид, чтобы он увидел, как ему будет работать в этой сфере. Вот он сейчас немножко попробует пописать что-то по-взрослому. Ну, это дополнительное образование, то есть изучение нового языка. Для меня это полезно, потому что я буду сдавать информатику и поступать в это направление. Это интересно, но очень тяжело. Приходится довольно-таки много работать дома. Мы не всегда можем уложиться в однозначенное на время. На данный момент мы начали учить ЯУ. Ну, дается очень тяжело. Ну, дома иногда просто голова взрывается, потому что, ну, курс очень сложный. Все смотрим на планшете. Также мы пишем разные тесты. Нам не требуются получать простые акцентраты и ручки. Мы спокойно все можем сразу же отправлять в учителю, показывать. Он может сразу все проверять. Даже система автоматически проверяет наши баллы, как знания. Эта программа будет точно идти в течение пяти лет. В конце года они защищают свой выпускной проект, то есть ту программу, которую они напишут для мобильного устройства. И на следующий год, естественно, опять же, я думаю, что это будет апрель, ориентировочно, когда будет производиться набор уже на 2015-2016 учебный год. И мы с радостью хотим пригласить всех старшеклассников, тех, кто сейчас учится в девятом классе, на вступительные испытания в Лицей-83 для поступления в эти школы на следующий учебный год.